Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн, и сегодняшнее видео будет о покупках одежды и аксессуаров за последнее время. У меня их накопилось большое количество, я с удовольствием буду на себе их показывать. Видео будет с примеркой, все как вы любите, давайте поехали! Пожалуй, начнем с вещей, которые сейчас на мне. Сегодня у меня black style, я вся в черном, мини-юбка, завышенная на завышенной талии, короткий топ, а-ля нижнее белье на тонких бретелечках. Его можно носить самостоятельно, но для меня, для города он слишком откровенный, поэтому сверху желательно что-нибудь накинуть. Собственно, что я и сделала, накинула, накинула, да, прозрачную, с кружевом, прикрылась называется. Мне очень нравится такой свободный стиль одежды, ссылочки на все вещи я оставлю под этим видео. На мне интересные аксессуары, я вам тоже сейчас их покажу. Начнем с колец. Одно с круглым камнем, второе с квадратным. Это кольцо на меня маленькое, я могу его снять вообще. На самом деле, я сегодня надела только одно кольцо, это я хотела просто вам показать. Очень жаль, что оно на меня мало, потому что кольцо очень интересное, квадратное. И на зоне декольте у меня двойное колье. Мне оно тоже безумно нравится, смотрится очень стильно и прикольно. К этому круглому кольцу у меня имеется также ожерелье красивое, на длинной золотой цепочке. Ну, правда, это не драгоценный металл, это обычное железо. Это не драгоценные камни, это подделка, но смотрится опять же прикольно. Серьги вот такие на застежке, с двух сторон торчит камень, как будто пробили ухо камнем. Кулон точно такой же, а-ля бирюза. Классное кольцо, которое регулируется по размеру, а-ля хрусталь, смотрится необычно и стильно. Прикольно вообще, посмотрите. Такие кольца я видела в Индии в прошлом году, когда мы там отдыхали. Кулоны, кольца. Там были с драгоценными камнями, а это не с драгоценными. Я так понимаю, это простое стекло. Эти серьги вы видели в предыдущем видео, многим из вас они понравились. И мне они тоже очень нравятся. Огромное колье, а-ля египетский стиль, галстук. Если правильно подобрать образ, то можно очень выигрышно выглядеть с этим. Колье. И последний аксессуар, это пояс. Он тянется, он как будто на пружине. Я думаю, что он подойдет на любой размер. Он надевается на талию. Если платье простого кроя, без ничего, вот просто очень простое, нужно немного приталь, то идеально подойдет вот этот поясок. Я часто видела этот поясок на фотографиях зарубежных блогеров и решила тоже себе его заказать, как обезьянка. Через месяц в Алматы постепенно начнет холодать. Уже по вечерам не жарко. Я поэтому начинаю утепляться. Заказала я себе очень интересное бархатное малиновое платье. Оно теплое, с длинными рукавами. Вырез сзади идеально до того места, где у вас застегивается бюстгальфер. Платье очень-очень коротенькое, но теплое. Я думаю, что даже на вечер сейчас его можно надеть. Следующий заказ мой был тоже на прохладные вечера. Как говорят, готовь сани с лета. Вот я уже готовлюсь к осени. На самом деле это пальто очень тонкое. Выглядит как будто бы замша, но это не замша. Оно длинное. К нему идет еще поясок и смотрится очень стильно это пальто. Заказала я себе еще два боди со шнуровкой на зоне декольте, которые мега сексуально смотрятся. И если надеть юбку на завышенной талии, либо джинсы на завышенной талии, то это смотрится гораздо эффектнее, чем без. Они давно уже в моде, но пока еще как бы эта мода держится. Мне она нравится. Вот я и решила себе их заказать. Хочу показать вам классную дизайнерскую сумку, которую подарила мне Кристина Урусова. Это сумка ручной работы. Выполнена из итальянской замши. Она очень красивая, вместительная. Мне она безумно нравится. Еще мне нравится, что она дизайнерская. То есть, если в сумках Майкл Корс ходит полмира, вы можете встретить с точно такой же сумкой девушку везде. Уже даже не очень прикольно, потому что Майкл Корс даже подделывать сейчас стали. Все носят сумки с лейблами Майкл Корс. Майкл Корс, она уже стала как Луи Виттон или, я не знаю, другие бренды. И немного это напрягает. Я даже не задумывалась, что сумки можно где-то заказывать у дизайнера на заказ из кожи, или из эко-кожи, или из замши. И не нужно ждать сумку из Америки, из заменителя кожи, просто из-за того, что там бренд какой-то. Вот девочка создает красивые, качественные сумки. Я с этой сумкой путешествовала и уверяю вас, что она вмещает в себя очень много. Для меня это очень важно, так как я мама. У меня с собой всегда много вещей. Так уж совпало, что мне в одном месяце подарили две сумки, две разные девушки, два разных дизайнера. Когда я была в Киеве, со мной связалась девушка, у нее тоже дизайнерские сумки, они их создают сами. Это кожаный рюксачок серового цвета, грязно-серого, серо-розовый. Мне он немножко розовит. Тоже он очень вместительный, удобный, нравится мне. Самое главное, что он еще и стильный. Могу смело назвать себя счастливым человеком, потому что мне дарят такие замечательные подарки. Спасибо огромное вам всем за это. Благодаря каналу, благодаря тому, что у меня есть канал, я стала немножко зарабатывать, мне стали дарить подарки. Это плюсы ведения моего канала, это такие приятности, это такая отдача. Преимущество быть блогером, особенно фэшн-блогером, если вы бьюти или фэшн-блогер. Вам обязательно будут присылать на обзор какие-либо вещи, будут дарить подарки. Это такая приятность отведения блога или отведения канала. Так что всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась какая-либо вещь, напишите под видео, что вам больше всего понравилось. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!